Добрый вечер! В прошлое воскресенье, мы как раз в среду прошлое разбирали, и всю эту неделю мы вспоминаем притчу о Матрии Фарисеи. Кому будет интересно, могут посмотреть на сайте Щелковского телевидения, tv41.ru, ну и на сайте Николы Беляковского монастыря, тоже берлюки.ru. В грядущее воскресенье в церкви на Литургии будет читаться притча о блудном сыне. Вот предлагаю сегодня её рассмотреть, да, ну и уже людям, которые придут послушать, будет интересно. Итак, это Евангелие от Луки, глава 15 стихи с 11 по 32. Послушаем Евангелие. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошёл, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придержав себя, сказал, сколько наёмников у отца моего избыточствует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наёмников твоих. И встал, и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его, отец его, и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного телёнка, и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного телёнка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти, отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откормленного телёнка, он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и всё моё твоё». А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся». – Итак, пожалуйста, будем толковать эту притчу. – Ну, длинная такая притча, хотя, казалось бы, достаточно простой сюжет у притчи. И, ну, прежде всего, вспомним, кому эту притчу Господь рассказывал. Он её говорил фарисеям и народу израильскому. И здесь мы видим как бы две страны. Один старший сын слушался отца, младший сын не слушался отца. Отца, как мы понимаем по притче, Господь подразумевает Отца Небесного, то ли Бога. А сыновьями здесь он мог выделить как бы два таких разделения на грешников и на праведников. Старший сын – это праведники. Младший сын, который расточил имение отца, значит, это грешники. Ну, и под этот сюжет подпадает множество исторических сюжетов из жизни и государства израильского, когда разделилось оно на Иудею и Самарию, Израиль. То есть было разделение даже вплоть до войны между ними гражданской доходило. Иудея придерживалась заповедей Божьих, Израиль, то есть Самария. И вот та часть, северная часть Израиля, которая откололась, они придерживались языческих верований. Эта же притча, она относится и к каждому из нас, потому что и мы также можем расточать имение, которое у нас есть от рождения. То есть мы подразумеваем под этим не только имение в смысле материальных ценностей, в смысле каких-то денежных средств или, не знаю, дач, квартир и прочего, но мы под этим еще обязательно должны подразумевать и внутренние наши имения. То есть мы имеем много и внешней, так сказать, ценностей, и внутренних ценностей. И часть из нас, живущих в этом мире, эти ценности приумножает, а часть их расточает. Как внешние материальные, так и внутренние духовные ценности можно расточить, как оказывается. И здесь мы можем разделить, в общем-то, все человечество на две половинки, на праведников и грешников. Ну, что имеете в виду? То есть он говорит о внутреннем что-то. То есть, в первую очередь, наверное, наш разум, да, получается? Ну, конечно же, что мы имеем внутреннего, да, про внешние пока отложим в сторонку, да. А внутреннее что у нас? Это, естественно, разум, который нам дан от Бога и который мы можем пользоваться свободно в любом, в общем-то, направлении, прикладывать свой разум. Как мы можем разумом рассуждать и планировать, как творение добрых дел, точно так же мы этим же разумом можем планировать и злые дела. То есть это расточать получается, да? Когда мы, конечно же, если мы творим злые дела, то мы расточаем то добро, которое нам дал Господь, мы его используем во зло. Сам Господь есть добро, есть любовь, да. И если Он дал нам какие-то силы и разум в том числе, духовные силы, в том числе и свободу выбора, это тоже одно из наших имений, которые мы тоже расточаем, свою свободу выбора, направляя на злые дела, на злые поступки. То мы тогда, конечно же, идем против Бога и мы не приумножаем то, что Он нам даровал, а мы Его уменьшаем. То есть мы заслуживаем себе все большего и большего наказания по мере жизни вот в таком ключе, в ключе расточения. То есть мы как бы все ниже и ниже опускаемся в ад по концу нашей жизни, подытожим это все. А если человек, то же самое имение, которое ему даровано было с детства, от рождения, разум, свободу воли, какие-то таланты внутренние, и надежду, и любовь, и веру, это все тоже имение человеческое. Если Он их приумножает, как апостолы, например, просили, приемножь в нас веру в Господи, если мы это приумножаем, то есть милосердие, различные другие добродетели, которые у нас есть от рождения, то мы не расточаем, а собираем. И здесь мы как раз начинаем служить Господу и становимся теми самими старшими братьями, то есть праведниками, о которых говорится в притче. Ну вот, наверное, вера такая в зачатке у детей проявляется, то есть вера родителям, то есть полностью доверяют, за руку взяли и идут. Да, конечно же, на начальном этапе жизни ребенок ведь не задумывается, слушаться или не слушаться родителей. Нет, он вот просто делает, что ему говорят, но по мере его взросления все чаще и чаще появляется его свобода воли, проявляющаяся в отрицании того, что говорят ему родители. И здесь мы видим упадок веры в родителей, то есть ребенок начинает убеждаться, что родители тоже, оказывается, могут ошибаться, и то есть это не истина в последней инстанции, как он думал раньше. А если так, то значит можно их и не слушаться, и, соответственно, ребенок начинает отделяться от родителей, в смысле веры родителям, доверие к ним. И это тоже, конечно же, разрушительное действие, которое приводит к страшнейшим последствиям. Не зря в пятой заповеди Господь говорит «Чти отца и мать, и благо тебе будет, долголетен будешь на земле». Так же и здесь, если ребенок уже в своем детском возрасте начинает отрицать родителей земных, плотских, то как же он тогда будет слушаться небесного родителя? Этих родителей-то он видит, он от них зависим, а Бога он не видит, и в зависимости от Бога он тоже не понимает и не видит ее. Ну, вообще, наверное, получается, что эта вера детская, она должна аккумулироваться в веру в Бога, и уже потом по заповеди Божьей он должен почитать родителей. Потому что, наверное, это может быть естественный даже процесс, когда мы видим ошибки родителей, на что-то должны глаза закрывать, получается. То есть это должно уже, наверное, перейти постепенно к вере в Бога. Но мы это сейчас понимаем, будучи взрослыми. Мы понимаем, что да, никто не застрахован от ошибок, в том числе и наши родители. И мы понимаем, что надо закрывать глаза на эти ошибки. Но представьте, вот вспомните, когда вы были маленькими, вы смотрели на родителей как на идеал, как на людей, которые не ошибаются, которые они... Вот сказали дважды два-четыре, значит, дважды два-четыре, все. Вот без споров, без всего. Потому что в малом возрасте ребенок все воспринимает от родителей, как они говорят. Вот это вот белое, вот это черное. Аксиома, да. Да, вот это хорошо, вот это плохо. Знаете, как в том стихотворении, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это от родителей идет. Но через какое-то время жизни ребенок начинает видеть, что родители, оказывается, те аксиомы, которые они ему проповедовали, говорили, что это так, они сами их нарушают. И все, и здесь ломается вера ребенка. И в родителей, и вообще в веру. То есть это внутренний такой конфликт развиваться начинает, который приводит к страшным последствиям. То есть неверию, полному замыканию, и не слушая ни родителей, и жизни, так сказать, по своей воле. А это еще больше накручивает проблем и ошибок на этого ребенка. И он еще больше погружается в такое стрессовое состояние, из которого выйти очень трудно. То есть вера нужна. Выход какой-то даже не вера в Бога, а вера в Бога уже получается. Ну, вера, она вообще, конечно же, она... То есть она заложена внутри нас. Она, ну, как один из святых сказал, что каждая душа рождается христианкой. То есть вот ребенок родился, у него душа христианская по устроению, по состоянию души на момент рождения. Но в дальнейшем ей прививаются, уже начинают различные человеческие привычки, человеческие взгляды, человеческое мировоззрение, которые от христианской души иногда камни на камни не оставляют. И человек разрушается просто вот под потоком этих внешних воздействий и внешних учений. Ну, чего далеко ходить? У нас вот буквально недавно, несколько десятилетий назад, в стране проповедовали атеизм, да, и в школах проповедовали везде, и даже наказывали за тех, кто проповедует религию, православную христианскую религию. То есть если священник на улице встречал какого-то молодого ребенка, мальчика или девочку, и начинал им отвечать на вопросы, тот спрашивал, а кто, а чего, зачем, вот как, то этого священника могли посадить на три года за развращение малолетних. То есть прям такие статьи были применимы к священникам запробовать христианскую. Хотя он не учил их ни наркотикам, ни алкоголизму, ни разврату, ни каким-то другим греховным вещам. Он им, наоборот, священник прививал ребенку нравственные ценности, моральные качества, и за это его сажали. То есть это буквально недавно было в нашей истории, и, к сожалению, вот эти воздействия, до сих пор мы их ощущаем, потому что вот мое поколение, оно выросло в этом воинственном атеизме, когда церкви закрывались, когда нам говорили, что вот мы все от обезьяны произошли, что Дарвин и прочее, что никакого Бога нет, это в школе, это в институте, это везде насаждалось. И на многие души это повлияло резко, отрицательно. Души перестали верить сначала родителям, а потом и про Бога они перестали думать и верить в Бога. И это привело их к морально-нравственной деградации. Вот такой путь всякого человека, теряющего веру в родителей, в Бога, в нравственность, в морали. Ну, просто во все высшие качества человеческой души, если человек теряет веру, он становится просто животным, он деградирует. По притче, младший сын растащил разум и божественные дары. Ну, пошел в дальнюю сторону. Что здесь и страна такая, далече? Страна дальняя. Ну, если следовать логике наших рассуждений, то сначала они жили с отцом, то есть с Богом, а потом один сын остался с Богом, а второй ушел от Бога. То есть страна далече – это уход от Бога? Страна далече – это то место, где нету божьих заповодей, где нету послушания Бога, где не соблюдаются различные каноны и законы божественные. То есть это бесовская страна, это там, где люди живут по бесовским законам. Соответственно, вот он ушел, ну, если исторически, то он к язычникам пошел. То есть он вышел из израильского, так сказать, жительства Израиль, он соблюдал весь народ израильский, соблюдал на тот момент заповеди Божии, и ушел к язычникам, которые не соблюдали заповеди Божии, их на страну далече, где, собственно, развратился с блудницами, прожил свое имение впустую, собственно, его растранжирил, ну и вот потом принял все, что он, так сказать, заработал этим поступком. Младший сын от нас, на самом деле, он не очень далеко. То есть получается вообще большинство нашего населения фактически язычники. То есть даже взять, например, там любую квартиру, что там нету? Там и какие-то языческие статуэтки, и там… Подковы висят везде. И подковы висят, да. Ну, конечно же. То есть суеверие, оно сейчас превалирует, и такой ложный мистицизм. Здесь же и иконы, и подковы. Да, тут же какие-то зодиакальные всякие там гадания, да. То есть гороскоп – это грех. Гороскоп – это тоже грех. Тут же какие-то волхвования, тут же какие-то иголки, тут же еще какие-то там, не знаю, красные ниточки на руку намотанные. Вдруг что поможет. Да, вдруг она красные нити-то вот спасает, да, якобы. Ну, недавно была такая просто повальная, да, мода на красную ниточку, завязанная на руке. То есть это и актеры, все, кого мы только не видим, все вот с этими красными нитями ходили, хотя толку от них никакого, абсолютно нет. Это суеверие, язычество. Ну, и так далее. То есть это перечислять можно достаточно долго, вот эти все проявления суетной веры, языческой веры. И, конечно же, мы также во всем этом можем утонуть, если мы не будем держаться вот с семьи Отца, то есть заповеди Божии, соблюдать заповеди, не нарушая их. Тогда мы будем с Отцом Небесным. Если мы нарушаем заповеди, если мы верим вот этим всем языческим, то мы начинаем жить, хотя и вроде никуда не перешли в той же квартире, но мы начинаем жить с бесами. Ну, то есть, образно говоря, сейчас большинство из нас, да, мы живем, как младший сын. Блудно, расточаем Божьи дары. Причем это видно даже по жизни человека. То есть если в молодом возрасте человек был крепким здоровьем, там, учился, там, хотел там достичь, семью создать, что-то там работать, какие-то планы строил, то к среднему возрасту обычно эти люди приходят уже с пившимися, с циррозом там, или с какими-то проблемами с наркотиками, или игроманией какой-то. С болезнями различными. С болезнями различных собирали уже за этот небольшой период своей жизни. И уже там не до семьи, не до работы, не до планов мне бы вот как-то протянуть, вот как бы там, вот чего-то такое. И мы видим, что человек-то деградирует, как и этот младший сын. Он деградировал до того, что он вместе со свиньями кушать начал. То есть у него уже человеческое... Он бы и хотел, но даже там не давали. Да, и там даже не давали. Он человеческий облик, можно сказать, потерял. Вот чего. И как много таких людей мы видим в окружении себя, которые действительно деградировали, которые перестали говорить о нравственности сами себе и соблюдать нравственные законы, и пришли к животному образу жизни. Ну, мы не будем смотреть на окружающих. Нам хочется, вот лично мне хочется, чтобы мы сами покопались в себе, и вот эту всю греховность нашу для нас, для себя открыли. То есть вот, для наступил голод. Вот что за голод духовный? Голод, ну, по притче, это голод физический был. То есть там просто, ну, еда стала стоить очень дорого. И, наверное, те деньги, которые растранжирил сын, младший сын, уже исчезли. А купить просто хлеба, он не на что было, ему купить. Да еще и, ну, как мы сейчас говорим, кризис экономический, да, голод у них наступил в стране. И ему пришлось работать, вот пасти свиней, и за это получать какую-то минимальную, так сказать, заработную плату, которую он хотел бы потратить на еду, но ее даже на еду не хватало. Но это, так сказать, исторически и в материальном смысле. А в духовном смысле речь идет о голоде духовном. Когда человек погружается вот в эти все нелегкие, да, вот во все это страсти... В пучину греха, да. В привычки дурные, да. У него душа опустошается. Вот немногие об этом знают и задумываются, но душа там в чистоте и душа в грехе, одна и та же душа, она совершенно по-разному себя чувствует. То есть у нас не только физическое есть здоровье и ощущение здорового тела, но у нас есть еще и духовное здоровье, и ощущение духовного здравия. Есть. То есть и вот это вот нездоровье духовное, пустота, унылость, депрессия, ничего не хочется, сил ни на что нету, и вообще никаких интересов нету, и мысли, а зачем вообще я живу, и что мне вот это вот все, вот эта суета, изо дня в день одно и то же повторяется. То есть все эти мысли, это как раз и есть голод духовный. И человек ищет, чем бы заполнить эту пустоту внутреннюю, и не находит, кроме как в притче еды свинячей, да, вот свиней. Почему именно свиньи вообще представлены? Ну, как нечистые животные, как животные, которые устремлены всегда к земному, а не к небесному. Ну, вот если брать там другой образ, там орел, там он парит в небесах, да, он чистый. Свиня все время вниз смотрит, да? Она, да, у нее направлены все органы, ее зрение, нюх и там осязание, обоняние, все вниз на еду, на землю, где она пытается найти любое, что можно съесть и так же проглатывать. Это проглатывает. То есть мы видим, что таких сейчас людей очень много, которые направлены только на низменные свои чувства. На еду, на блуд, на пьянство. Там уже не удовлетворяется семья, да? Семья не нужна в той степени, в какой это, ну, в высшей степени, да? В воспитании детей, в творении добродетелей, в какой-то... Хотя как хорошо, вот они, например, в воскресенье, семья, да? Утром встали, собрали детишек, пошли в храм. Как хорошо? Да. Тем более, что часто сами детишки зовут родителей, ну, пойдем в храм, ну, пойдем, да? Да, души чистые тянутся. Родители так или иначе пытаются отлынивать там, да нет, да нет, пойдем как-нибудь в следующий раз, да? А потом и уже детишки перестают звать, потому что и у них уже душа начинает деградировать, и их уже не тянет в храм. Их очень трудно потом опять возобновить, привезти в храм. То есть мы все это видим, что есть высшие ценности в этом мире, которые мы не ценим, к сожалению. Хотя они высшие ценности, они не материального характера. И вот если человек живет вот этими низменными, низшими ценностями, да, хотя их и ценностей не назовешь, еда, питье, размножение, животные ценности, то высшие ценности равно ангельские, то есть богообщение, молитва, смирение, терпение, милосердие, любовь, надежда, вера и прочее. Оно исчезает из жизни человека, как будто этого и нету. То есть он, когда с ним начинаешь говорить, он даже не понимает, вы о чем сейчас вообще? У меня совсем другие жизненные интересы и ценности. Мне вот это все неинтересно. То есть для него, как это ни странно звучит, для человека с равноангельской душой, его Господь сотворил таковым, у него нету интереса к жизни равноангельской. Настолько он испоганил себе душу. И здесь вот как раз у некоторых голод и возникает, когда они осознают, что недостойно живут, но не только же для этого я живу, не только же для этого я создан, и зачем я в этом мире? Чтобы просто поесть, поспать, поблудить, родить себе подобного и опять в землю превратиться. Это бессмыслица какая-то. Это растительная жизнь. Вот здесь появляется голод. А зачем же все-таки? Откуда же? Как же? Почему? Что же за цель моей жизни? И куда я иду? Это является первым признаком голода духовного, когда человек начинает искать ответов на эти вопросы. И рано или поздно он приходит к Богу, к церкви и к нравственной жизни, и к законам Божьим. И, естественно, к спасению души. Он приходит через вот эти вопросы. Вот об этом голоде здесь идет речь. И этот человек, который ушел в страну далечия, он также очнулся, можно сказать, от этого сна греховного и увидел, в каком состоянии он находится, и восхотел, то есть изголодался по общению с отцом, по общению со своими близкими родственниками. Потому что здесь его никто не любил, он никому не был нужен, ну, просто как наемника его использовали как раба. И все. Никакой любви он здесь не видел. Ну, ты вот поработал, на тебе что-нибудь там съешь. Да, это как в Священном Писании тоже есть такие слова, да. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голд. Не голд, хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». И, может быть, даже те телезрители, которые нас сейчас слушают, они как раз частично удовлетворяют то, что же мы говорим о Господе, и получают такие евангельские наставления. Да, да, через нашу передачу тоже кто-то свой голод духовный тем или иным образом удовлетворяет. Но, конечно же, это лишь начальная стадия. Не останавливаться. Потому что, да, потому что с этого надо начинать, а не заканчивать. Потому что мы все-таки полностью можем удовлетвориться духовно, так сказать, напитаться через причастие, через богообщение, прямое богообщение и в молитве, и через таинство. Вот там мы получим полное спокойствие, радость и мир душевный, чего человеку греховному никогда не достичь, хотя он будет иметь все свои, так сказать, пороки и возможность свои пороки удовлетворять, то есть алкоголизм, наркотики, пьянство, в смысле блуд и прочее, чревоугодие. Он будет их удовлетворять, но каждый раз он будет голодать, каждый раз он будет страдать, во-первых, после того, как он это сотворит в очередной раз, а потом его еще и совесть может начать мучить, что ж ты так живешь, как животное. А потом он опять будет ощущать пустоту. В душе ничего не изменяется от этого, только все хуже, хуже, хуже становится. И заполнить эту пустоту можно только благодатью Божией, никакими грехами, страстями ее не заполнишь. Да, кроме того, да, грех, бесы, да, они в такую красивую обертку заворачивают. То есть не человек, если бы он знал, да, что он не стал грешить, а ему сначала какое-то довольствие короткое получает. Ну, конечно же. То есть вот этот вот тот самый сыр в мышеловке, он на маленькое мгновение удовольствие, а потом удар по башке. Все. И уже жизни кончилось для мышки, да, которая попала в ловушку. То же самое человек, он на маленькое мгновение там получает какое-то удовольствие от алкоголя или от наркотиков, или от блуда, а потом удар по всему естеству человеческому такой наносится, что человек потом едва выздоравливает от этого удара, едва встает на ноги. То есть он становится как разбитая корыта. То есть вот совершенно нездоровья физического, нездоровья духовного, нерадости, все безжизненно становится. Ну, вы поговорите с алкоголиками или с наркоманами, когда у них ломка, когда им вот не достается, так сказать, этой радости на малое время. Но, повторюсь, как только они ее получают, на какой-то там буквально минуты им радость, а потом опять эта пустота, опять горькая, опять ничего нет, опять все плохо. То есть это просто уже настолько известное вот это понятие ломок, что мы сами уже знаем, что за каждый грех человек расплачивается именно такими ломками, будь то блуд, будь то чревоугодие, будь то другие какие-то грехи. Ломка такая душевная, да? Да, только духовная, конечно. Да, до выхода мы сейчас дойдем из ситуации. Мы идем вместе по жизни сейчас, да, с притчей, с младшим сыном с этим, да? Да, до его сопровождения. И потом к выходу мы как раз к ним тоже и придем. Вот про рожки хотел спросить. Хотел насыть с рожками. В нашем представлении рожки – это макароны. Ну да, мы так называем вот макаронные изделия. А если приехать на Святую Землю, то там и сейчас растут деревья, на которых плодами являются такие, ну как вот у гороха стручки такие, вот такие же стручки на них висят. И пока они еще не созревшие, а еще такие полузеленые, они мягкие, их можно есть, они даже сладковатые на вкус. Но потом они становятся деревянными, и их уже есть практически невозможно. Они способны, так сказать, к посадке там, но уже несъедобны. То есть они на рожки похожи такие, да? Они, да, вот они такие изогнутые, ну вот как гороховый стручок. Вот то же самое коричневого цвета, по-моему, бобовое дерево называется, как-то так. Вот их много растет на горе Фавор. Вот я поднимался на эту гору, и эти рожки просто рвал, даже пробовал зеленые. Ну, действительно, такие чуть-чуть сладковатые, такие, ну, пресные достаточно. То есть вот этим хотел насытиться младший сын, то есть свиней кормили этим? Этих, да, свиньям давали. Кстати, Иоанн Предтеча в пустыне кушал тоже эти рожки и дикий мед, да, акриды и дикий мед. Вот, соответственно, и здесь свиней кормили, и ему даже этих плодов из деревьев не доставалось, то есть не хватало ему и этого даже. Настолько он был в плачевном состоянии, этот молодой человек, который ушел от своего родного отца, что вот даже этого ему не было для жизни. То есть элементарный прожиточный минимум, как у нас сейчас говорят, корзина, да, минимальная корзина, вот ее у него не было. Дошел до края, все, дошел до точки безвозвратной, да, придя в себя, что значит придя в себя? Ну, как всегда, человек, чтобы очнуться, ему нужно зайти в какой-то тупик, понять, что, ну, все, дальше двигаться уже некуда, вот дальше только пропасть и погибель, да. Вот он, наверное, дошел до этой ручки, до этого края и увидел, и очнулся от сна греховного, он увидел, в каком положении он сейчас находится. Представляете, человек жил, припеваючи жил с отцом своим, то есть у него всегда была еда, одежда, то есть они богатое семейство, у них были там стада, у них были слуги, и вдруг он сам на уровне слуги, раба, да еще и еды нет, одежды нет, крови над головой нету, и он вот вдруг очухивается в этом положении, говорит, а что я здесь делаю-то? А такие же, как я слуги-то, они еще в доме-то отца там питаются хорошо, да? Да, да, и там слуг-то отец мой кормил, да и не рожками с деревьев, а хлебом кормил, а здесь-то меня мой наемник, да, у которого я тут по-арабски тружусь, он даже и кормить-то меня не хочет фактически, и что я тут делаю-то? Может быть, мне все-таки действительно вернуться на тот путь, с которого я сошел, к моему отцу родному, и, может быть, найдется мне там местечко-то, уже даже не как сына, а хотя бы как наемника, чтобы я вдоль мог наесться, чтобы я мог иметь кровь над головой, чтобы я был одет и сыт, а не как сейчас, голоден, раздет. И вот это и происходит в голове, в душе у этого человека. Ну и как у многих людей, которые приходят в храм, там, так сказать, уже в зрелом возрасте, именно от такой же ситуации. То есть он вдруг осознает себя в крайнем тяжелом состоянии, и душевном, и телесном, и каком-то, ну, общем, так вот социальном состоянии. Ну, например, алкоголики или наркоманы. И он начинает уже тут вот бить в колокола, что называется, и бегать, куда в храм ходить, стараться там вот все-таки вернуться, исцелиться и как-то исправиться. И многим это удается. И, слава Богу, с Божьей помощью они возвращаются все-таки в дом отчей, то есть к Отцу Небесному, то есть к Богу. И здесь как раз об этом же говорится, что вот этот молодой человек задумался, не возвратиться ли мне к Отцу моему и быть у него наемником. В духовном смысле вот наемники у Отца, кто они? Ну, мы видим, что Сам Господь в Евангелии часто называет своих учеников, ну, вы рабы Божьи, да, или вы слуги Божьи, или вы дети Божьи. Вот три этих составляющих по Евангелию, они как раз и объясняют вот этот смысл. Наемники – это рабы, которые работают за страх, чтобы их не наказали. А слуги, они работают уже за какое-то вознаграждение. Ну, а дети работают Отцу Своему Небесному по любви, чтобы не обидеть, чтобы ничем его не огорчить. Вот здесь рассуждение этого человека, блудного сына, как раба, что я приду и буду рабом Отцу Небесному, чтобы он меня не наказал. То есть, в общем-то, прихожан храмов тоже можно так же, да, разделить? Так же на три разделить, да, этих частей. Кто-то пришел, свеч поставил, чтобы вот только вот… Чтобы, да, чтобы работу найти, или чтобы там болезнь прошла, или чтобы там отстали от меня какие-то органы, там какие-то госорганы, там, не знаю, таможня, милиция, там, или полиция, или еще кто-то. Или чтобы отстали соседи, которые там чем-то конфликты. Вот как рабы они, получается, да? Это рабы, которые… мышление у них такое рабское. То есть, я приду к Богу, и Господь меня избавит от наказания, от кнута. Но все равно земные такие у него, в принципе, да? Ну, это размышления земные, конечно. Они видны, так сказать, невооруженным взглядом. Да, вот я пришел, чтобы болезнь прошла. Но болезнь-то – это кнут Божий. То есть, если бы Господь не послал кнут, ты бы к нему и не пришел бы никогда. А жил бы себе, так сказать, в свое удовольствие, и про Бога, да и не вспоминал. И поэтому Господь, чтобы этот человек пришел к нему, посылает ему кнут в виде болезни или в виде каких-то других сложностей, скорбей жизненных. И тогда человек от этого кнута, убегая, как раб, убегает от наказания, он начинает приходить к Богу, служить ему. Но он может перейти на следующую стадию уже, в наемнике, да? Если, да, человек начинает вот по этому пути идти, то он начинает понимать, ах, вот это из-за чего, ах, для этого вот это все. И так Господь говорит апостолам, вы мои сотрудники, то есть слуги мои, потому что вы знаете, что мы делаем и для чего все это происходит. Слуги уже понимают своего Господина и ждут от него уже не наказания, а какого-то награждения. Причем и в этом мире, и в мире ином особо, то есть войти в Царство Небесное. Речь идет об этом. Может быть, и те, кто служит, да, в храме, кто при храме бывает, их тоже, может, как наемники тоже. Слуги. Наемников мы, это рабы, мы разобрали наемников. То есть наемники, мы с рабами их сравнили, они вот за страх. А слуги, служащие, они за уже, ну, если те, которые и в храме стоят, и те, которые трудятся в храме, или там, монашествующие братья, они уже за награждение, чтобы Господь их наградил все-таки жизнью вечной, чтобы он им даровал свои дары, как Серафим Саровский сказал, стяжание благодати Духа Святого. То есть вот это стяжание благодати Духа Святого, это есть тот дар, ради которого мы трудимся Господу, как слуги Его. Но высшая степень, те, кто уже к святости, да, там, святыцы, они уже, наверное, как сыны Божии. Но, да, здесь некто все равно прослеживается такой эгоизм, то есть вот будет у меня, так сказать, вознаграждение, я буду трудиться. А без вознаграждения, в какой смысле трудиться, да? То есть опять такой легкий какой-то эгоизм прослеживается в этих размышлениях, потому что высшая степень служения Богу – это, конечно же, как дети. Они же, почему родителям прислуживают, так сказать, и слушаются их? Потому что они их любят, и им неприятно видеть родителей разочарованными, уж тем более оскорбленными, там, непослушанием или чем-то. И тогда дети, ради того, чтобы не разочаровать, не оскорбить, не обидеть родителей, они исполняют их просьбы. Вот так и верующие люди, ходящие в храм, или там священники, монахи и прочие прихожане, значит, они часто приходят к Богу как дети, которые не хотят обидеть своего небесного отца, родителя, его оскорбить, обидеть, и служат ему как дети по любви к нему. Ощущая его любовь к себе, они этой же любовью… Благодарность. Но, тем не менее, все три категории, они все спасающиеся. Все спасающиеся, но просто каждый, кто может вместить что-то, вот он вмещает именно то, что вот в его душе может уместиться. Кто как рабы, кто как слуги, кто как дети. Но это все такие ступеньки веры, то есть из веры в веру, если подниматься, то ты от раба, сначала ты начинаешь с рабских размышлений, а потом по мере увеличения веры в тебе, ты приходишь уже к чаду Божьему, и уже по-другому совсем все это понимается. Важный момент, что сын, когда дошел до дна, он не остановился на этих мыслей, а все-таки я встану и пойду. И вот этот очень важный момент, что он действие произвел. Ну то есть да, энергия у него еще была, жизненная энергия на сохранение своей жизни, чувство сохранения сохранилось, и у него не было такого страшного уныния, тоски, которая часто у людей отнимает даже последний шанс на спасение. То есть человек говорит, ой, нет, мне уже поздно куда-то идти, да, я понял, что я ошибся, да, я осознал свои ошибки, ну куда мне, чего уж, все, на мне можно крест ставить. Вот это уныние, оно обессиливает душу. А здесь, в данной ситуации, вот у блудного сына не было этого уныния, он увидел свою ошибку, он понял, где он находится, он понял, чего надо делать, и он это сделал. Это очень важно, и это тоже для нас урок, мы также должны поступать в своей жизни. Если мы ошиблись, как сам Господь говорит, упал, встань и иди дальше. То есть согрешил, покайся, исправляйся и иди дальше. Вот то же самое здесь. Здесь он показывает нам очень добрый пример, как надо поступать грешнику в его осознании греховности, не унывать, а наоборот прибегать к Богу, чтобы Господь его очистил, принял и одарил своими благодатными дарами. А Господь Бог, он в притче, как милосердный отец, который, когда увидел сына, он наверняка ждал же его, когда же все-таки вернется, и побежал на встречу, целовал его. Ну, конечно же, какой отец не любит своего чада? И здесь даже и слов не нужно было никаких от сына, чтобы отец все понял и возрадовался, и со слезами на глазах его встретил. Потому что мы читаем, что не сын на шею бросился, а отец на шею сыну бросился. И не сын с радостью побежал навстречу, а отец побежал навстречу. То есть мы видим в этом месте притчи, как Господь воспринимает каждого грешника. То есть грешник, он бредет из последних сил к Господу и умоляет о пощаде, а Господь к нему бежит навстречу, чтобы его подхватить, чтобы его простить, чтобы ему дать спасение. И здесь... Да, а что вот на эти лучшие одежды, персень, обувь, что символизирует эти действия? Ну, одежда – это, конечно, те добродетели, которые в духовном смысле каждому нам дарованы от Бога. Это милосердие, это сострадание, это смирение, это любовь, надежда, вера – это те одежды, которые будут на нас уже в духовном мире, когда мы туда перейдем. Здесь одежда, конечно же, вот в притче говорились о том рубище, в котором пришел блудный сын, его снять, его даже стирать не можно, его выбросили просто. И одели в чистые новые одежды, которые подобают сыну отца. Соответственно, и здесь, и нам одежды Господь дарует, нас облечет в самого себя, во Христа крестистося, во Христа облекостистося. То есть мы облекаемся, если мы приходим ко Христу, мы в Него и облекаемся, как бы одеждой нас Господь облекает своим образом. Мы же по образу Божию сотворены. И этот образ Божий, он нас облекается, если мы каемся и приходим к Богу. И удивительным образом таким мы становимся и внутренне, и внешне, равно ангельскими чадами Божьими. Значит, по поводу перстня. Перстень – это символ власти. То есть это перстни раньше носили для того, чтобы поставить печать, поставить подтверждение своей личности, что ты действительно принадлежишь к тому или иному сословию, к тому или иному роду, и они именные перстни были. И здесь, в этой притче Господь показывает, что ту власть, которую сын имел, но потерял через то, что ушел от отца, эта власть ему вернулась. Власть над грехами, над страстями. Власть изменить свою жизнь в лучшую сторону. Эту власть, то есть свободу выбора Господь дарует каждому приходящему к нему. То есть мы, каждый, пришедший от греха к Богу, мы имеем возможность изменить свою жизнь. То есть эта власть, эта воля, эта свобода выбора нам опять даруется Богом в виде этого перстня. Ну а если обуви, то рабы, конечно, без всякой обуви ходили. Может, какие-то там штиблеты, может, они делали самодельные, типа как у нас лапти вязали. Но обуви такой вот, как одевались богатые люди, конечно, ни у кого из рабов и слуг не было. Поэтому здесь это также символ, конечно же, принадлежности к роду, высокому роду. И то, что такая обувь позволяла ходить где угодно, без того, чтобы ранить свои ноги. То есть есть такая фраза «наступлю на змею и на скорпию» в Псалтире. Вот в обуви человек мог пройти и по скорпиону, и по змее, и ничто ему не вредило. То есть эта защита от Бога была дарована. Кроме того, мы помним, что Господь, когда была Тайная Вечеря, Он омыл ноги апостолам. И что Он сказал? Что чистому только ноги надо омыть, чтобы он вошел в Царство Небесное. Вот обувь – это тоже символ такой очищения ног, чтобы в чистоте войти в Царство Небесное. Важна ли для нас фраза, что потом отец из притчи велит привезти от кормленного теленка, заколось его и предложить в пищу? Ну, эта фраза, конечно же, такой символизм имеет. Дело в том, что Иоанн Претеч еще сказал про Господа Иисуса Христа, что «Се агнец Божий гряди в мир, который вземлет грехи мира на себя». То есть его заколают. Мы помним, что Господь был распят на кресте за грехи мира, как агнец. Вот и здесь тельца у питанного, он был заколот для чего? Для того, чтобы возрадовались все присутствующие в Доме Отца. То есть мы в этом понимаем не просто, что это просто для еды, для шашлыков или еще чего-то, там зарезали теленка, чтобы сделать пир на весь мир, как говорят у нас. Нет, это здесь символ того, что сам Господь в виде агнца был заколот на кресте, чтобы снять с нас грехи наши. Грехи, он был безгрешен. И здесь это тоже присутствует, такой вот тайнообразующий символ. И предложить в пищу, то есть всем нам, да? То есть в тело и кровь свои, да. То причастие, которое мы вкушаем, духовная пища, небесный хлеб, как Господь его называет. Здесь это тоже в символе, в таком тельца это прописано, потому что и кровь из стекла, ну зарезали же его, и тело съели его. То есть как и Господь сказал, тот, кто не вкушает тело моего и не пьет крови моей жизни, не имеет. Да, вот здесь как раз об этом говорится. Что пришедший безжизненно, мертвым, фактически, младший сын, он был накормлен, одет, накормлен, принят, и через этого тельца воспринял также силы для жизни. У нас не очень много времени, но мне хотелось бы поговорить немножко, три минуты осталось, о старшем сыне. Очень часто толкует, что он позавидовал. На самом деле тоже можно понять, он, например, жил с отцом, а тут пошел сын, еще не знал, как он отзывался отце своем. То есть только он ли позавидовал? То есть его, наверное, тоже можно понять, что, например, взял у него все имение у отца своего, ушел и потом решил вернуться? Ну, здесь мы видим различные смышления между Божьим промыслом о спасении человечества и обычного праведника или ангельским. В другой притче ангелы говорят, что, Господи, пошли нас, вот там, когда сеть или вышел сеть, а потом плевелы зашли. Пошли нас, Господи, мы все эти плевелы уберем и... Уничтожим. Да, уничтожим просто, сожжем. Господь говорит, нет, не трогайте никого, пускай все вырастет, и тогда мы их разделим. То есть, Господь... Мы видим здесь тоже рвение ангелов. Мы видим апостола Иоанна Богослова, которые, когда их не пустили в одно из селений, он говорит, Господи, дай мы помолимся сейчас, и чтобы огонь сошел. Сожгли все, чтобы как они могли. То есть возмущение такое. То есть мы видим и в ангельском роде, и в человеческом. Апостол Петр тогда схватил тоже, да, отрубил. Да, 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 ухо отрезал малху. Вот, значит, первосвященника в слуге. И Господь говорит, убери нож свой в ножны. То есть мы видим, что это рвение, Богу неугодное такое рвение по отношению к другим, оно осуждающее рвение. То есть не надо никого осуждать. И здесь мы это тоже ярко видим, что этот старший брат, он осудил своего брата. Причем даже не сейчас, когда он вернулся. А он как только ушел, он его уже осудил. И прописал ему такое, все, суд прошел, он нам не нужен больше, чтобы глаза не видели его. И здесь он же не бросился на поиски его. И здесь мы видим, как Господь к этому относится. Нет, всякий, кто ко мне вернется, обратится, я всех приму. Да, осталось полтора минуты. Как раз это, наверное, есть выход, да, для всех нас, грешников, то есть возвращаться к Отцу Небесному. Конечно же, для нас эта притча очень ярко показывает два пути. То есть праведника, путь грешника. Но все, и праведник мы видим тоже согрешил осуждением. И мы видим, что Господь всех нас примет, лишь бы мы к нему пришли. Причем он нас встретит еще, как говорится, на околице. Мы лишь бы начали движение к Богу, и Господь нас подхватит. Движение сердца наше. Да, часто говорят, что даже само желание Господь воспринимает уже заделание. Поэтому мы хотя бы должны пожелать прийти к Богу, а дальше уже Божья сила и Божья милость и любовь к нам, она проявится в нашей жизни и подхватит нас и приведет к Нему. Да, благодаря с отец Емени, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok